Раннее утро, город только просыпается, а здесь на плацу институтов СИН России Начинаются учебно-практические сборы для всего личного состава краевого следственного управления Два дня занятий и испытаний расписаны по минутам Первый блок лекционный, за партами все, в том числе и руководители следственных подразделений со всего региона Такое увидишь нечасто, но учиться приходится постоянно, чтобы у криминала не было шанса уйти от наказания На коллегии озвучили цифры по итогам работы за первое полугодие Зарегистрировано 5000 тяжких и особо тяжких преступлений Количество убийств снизилось на 20 с лишним процентов Раскрываемость почти стопроцентная Существенно возросло количество выявленных преступлений коррупционной направленности В целях обеспечения возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 53 миллионов рублей Благодаря вмешательству следственных органов погашена задолженность по зарплате перед работниками на сумму более 19 миллионов рублей Сегодня подводили итоги работы за первое полугодие, к которому мы подошли в общем-то весьма успешно Мы справились со всеми поставленными задачами, однако есть проблемы, которые у нас, так скажем, постоянного действия Поэтому мы сегодня, конечно, говорили об улучшении качества следствия, о необходимости обратить особое внимание на проблемы, которые сейчас волнуют население То есть обсудили блок социальных задач и такие вещи, как расследование уголовных дел по невыплате заработной платы в сфере ЖКХ, долевого строительства Знаете, что это довольно сейчас проблематично Вот в этом направлении мы и традиционно будем двигаться К сожалению, на 20% возросло количество погибших несовершеннолетних По-прежнему дети страдают от сексуального насилия, в том числе и в семьях Каждое расследование такого преступления на личном контроле руководителя краевого следственного управления Параллельно с коллегией в соседнем классе проходят учебно-практические занятия с личным составом следственных подразделений Участники занятий прослушали информацию об особенностях расследования уголовных дел, возбужденных по фактам безвестного исчезновения детей и взрослых Особенностях поисков трупов на открытой местности, о методике осмотра информационных ресурсов и электронных почтовых сообщений Очень в последнее время злободневный вопрос поиска пропавших без вести То есть сегодня была узкая тема, которую я пытался осветить Она касалась как раз поиска тел в тех или иных местах, в земле и так далее На самом деле на сегодняшний день очень много поисковой всякой техники, высокотехнологичной Начиная с кинологической службы, заканчивая георадаром, гидролокатором, нелинейным локатором Но здесь, что хотелось бы сказать, техника есть, но важно ведь ее правильно применять И мы как раз обучали исследователей сегодня, каким образом правильно применять Что в первую очередь, что после этого делается Почему? Потому что только комплекс применения кремтехники может привести к положительному результату От теории к практике На семи организованных тематических учебных местах происшествия Прошли занятия с применением современной криминалистической техники На этой площадке опытом с молодыми сотрудниками делится лучший следователь-криминалист России Роман Подлесных Несколько дней назад он вернулся из Москвы, где получал заслуженную награду И, как говорится, с бала прямиком на корабль, точнее лодку По легенде одного из этапов учений здесь произошло страшное преступление В данном случае была имитация, значит, произведена убийство человека Значит, огнестрельным оружием, в том числе, значит, с применением ножа И последующее его утопление и сокрытие следов преступления Цель сотрудников заключалась в следующем То есть они должны были провести осмотр детальный И максимально задействовать всю имеющуюся у нас на вооружении криминалистическую технику Отыскать следы преступления на такой площадке – это как найти иголку в стоге сена Но следователи справляются На дне обнаруживают манекен, имитирующий труп, а на берегу – орудие убийства В это же самое время на других площадках сыщики решают не менее сложные задачи Если мы с вами пройдемся сейчас так, с точки зрения обывателя По сымитированным местам происшествия, может показаться, что все довольно просто Но на самом деле разгадки довольно сложны В каждом месте преступления сокрыта определенная интрига Есть запутанные следы и скрытые следы Ну и самые крупные следы, те же самые трупы найти, я думаю, следователям будет не так просто Только применяя весь спектр высокотехнологичной техники, которая есть у нас Техника сильно шагнула вперед, и поэтому качественно отработав на месте происшествия Следователь 90% успеха уже положил к вам Криминал тоже следит за новинками, и поэтому следователям всегда приходится думать на опережение Наши криминалисты сегодня могут обнаружить любые следы преступления Как бы хитроумно их не пытались замаскировать Ведь только качественно отработав на месте, будь то лес, поле или заброшенное здание Сыщик может быть уверен в успехе расследования Им нужно будет самостоятельно принимать решение И, что называется, без права на ошибку действовать Почему? Потому что цена их ошибки достаточно высока на месте происшествия Вопрос о допустимости доказательств никто не снимал И поэтому, как они будут изымать, в каком объеме вещественные доказательства на месте происшествия Это, конечно же, очень важно В конечном итоге это ложится в основу обвинения В своем заключительном слове руководитель следственного управления Марина Забарова Поставила высокую оценку следователям И выразила уверенность в том, что полученные знания сыщики Также успешно будут применять в ходе расследования реальных уголовных дел Я с удовлетворением отмечаю, что были поставлены следователям Прежде всего, очень сложные практические задачи С которыми они справились на отлично Молодые начинающие следователи набрались опыта Посмотрели, как это делается в реалии своими руками Думаю, что всем это было очень полезно Ну и кроме того, что мы с руководителями, конечно, прошли огромный теоретический блок Отработали практические навыки Я думаю, что все это будет только способствовать улучшению наших профессиональных результатов А это, пожалуй, один из самых приятных эпизодов первого дня учений Приказом председателя следственного комитета и руководителя краевого средственного управления За безупречную службу и качественное расследование уголовных дел Ряд сотрудников награждены медалями, поощрены благодарностями и ценными подарками Я от всей души поздравляю вас с прошедшим днем следователя России Каждому из вас сегодня от себя лично, от коллегии следственного управления Я хочу сказать огромное спасибо за ваш самоотверженный труд За ваш вклад в дело укрепления законности Но, как говорит руководитель краевого следственного управления Марина Забарова Расслабляться никто не собирается Бой с преступностью, к сожалению, вечный Основная задача остается прежней Это неотвратимость наказания Исследователям надо быть в хорошей физической форме Второй день учений посвятили сдаче норм ГТО Краевое следственное управление на стадионе в полном составе Мировых рекордов здесь не ставят, да и цели такой нет А вот здоровый спортивный азарт присутствует Честно говоря, сначала это было неожиданно, а потом вроде все восприняли адекватно То есть готовились, даже готовились к этому Самому Денису Чернышеву готовиться к сдаче особо не пришлось Ежедневные аэробные нагрузки позволяют быть в тонусе В любую погоду на работу он ходит пешком, чего и всем советует На работу и с работы километров по пять туда, километров пять обратно Ну привык просто, не люблю общественный транспорт, люблю ходить Ну а судя по результатам, еще и бегать, прыгать, подтягиваться Судейский состав итогами остался доволен Наши следователи в хорошей форме С 2017 года это будет в норме вещей для всех Поэтому очень хорошо, что кто-то заранее решил опробовать Познакомиться с новыми видами испытаний Поскольку я судила только прыжок в длину с места Поэтому я могу судить только о результатах Это рекорд дорожки, так скажем, в возрастной категории 30-39 Это 2,62 Очень хороший результат То есть у них 2,40 нужно было на золото прыгнуть ГТО еще и объединяет На одной дорожке как рядовые сотрудники, так и руководители Пример подает Эдуард Шрамко Впечатление самое замечательное Вообще это было все сделано с целью популяризации здорового образа жизни Вовлечения сотрудников в занятия физкультурой и спортом Потому что нам нужны не только высокопрофессиональные сотрудники Но еще здоровые, крепкие, гибкие, смелые и умелые нужны Поэтому то, что сегодня происходит В принципе мы планируем внедрить это и проводить каждый год В соответствии с указом президента страны Нормы ГТО должны стать нормативом физического воспитания в России Сотрудники Краевого следственного комитета уже доказали Что готовы к труду и обороне Как и к защите законных интересов граждан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин